Метку, которую вот волна Афиша сделала с интервью по выходу Архимеда с Олегом. И вот они везде уточняют, что вот есть особый уральский слог. Это же лет пять, да, вот это вот уральский. Ну вот это действительно так или это просто с журналом Афиша парочку групп екатеринбургских дружат, и они теперь каждый раз там екатеринбургское слово, это Курара, Сансара, городок чекистов, ну еще кого-нибудь приписывают. Слушай, ну конечно, есть уральский слог, есть уральское чувство юмора, которое нет нигде. Правда, я думаю, об этом знают люди, которые уехали из Екатеринбурга и живут там. Ну да все, кто живет сейчас в Питере, в Москве, там больше года, они уже скучают вообще по этому нашему какому-то разговору, такому уральскому. Да, это особый язык в Екатеринбурге, конечно, ну и в принципе на Урале. Так же, как Сибирь, отличается абсолютно стопроцентно от всех регионов. Или Краснодар, Краснодарский край, по-другому. Там рок, не рок, вот какие-то такие штуки. По Волжье, это вот сто процентов, они делают такую нью-вейв музыку, они сейчас, что не группа, то вот с этой музыкальной направленностью приходят. А вот на Урале как вот? Вот мы изнутри вообще этого не чувствуем, мне кажется. Ну, не знаю, все в сравнении, ну по Волжье вот ты отметила, да, по Волжье, там климат совсем другой. Потеплее. Потеплее, Волга течет, да, река великая. И тогда мы живем, видишь, тоже в каком месте. Суровый. Суровый. Асфальт блестит. Так что, соответственно, и музыка получается. И причем неважно, это молодые там хипстеры якобы делают, или это, не знаю, как вот недавно я был на концерте группы Трек, которые с 50-го года играют. И вот... Всегда это гитара, и всегда что-то такое. Это не обязательно гитара, это могут быть и синтезаторы, у нас треть альбома без гитар сделан. Ну, вы давненько же увлеклись клавишами, я помню, в прошлый наш эфир приходили рассказывать... Ну, в этом альбоме впервые у нас есть песни, в которых нет гитары совсем, и при этом они не звучат там менее сурово, например. Даже песня «Локомотив»-то посуровее некоторых будет. В общем, об этой загадке уральского такого, как бы, уральской специфики, не знаю, можно говорить бесконечно, и не найти. Я все время выдумываю вообще что-то на ходу. Вот уже лет пять, и все время отвечаю на один и тот же вопрос, а почему Екатеринбург, чем он так отличается. Я, честно говоря, несу все, что попало вообще, все, что в голову взбредет. Ну, как мы сейчас, в общем, и делаем. Ну, это нормально. А потом москвичи делают вывод. И очень часто делают... Серьезно, видно, пишут статьи. Да, очень. А мы бы рекомендовали не делать никаких выводов. Слушать просто альбом. Не делать серьезные лица. А вот по поводу серьезных лиц, музыкант группы «Истамбульчик Бразерс» тоже послушал ваш альбом. Достаточно критично отнесся. Сейчас мы посмотрим. А что за группа? Михаил Симаков, наверное. Нет, не Симаков. Михаил Симаков сильно занят. Эдуард Бородуллин. Давайте. Давайте посмотрим. Ну, группа «Курара», конечно, это явление оригинальное в аналах Свердловского рок-н-ролла, уральского рок-н-ролла, нынешнего, нового. Собственно, прослушав альбом «Архимед», вопросов как таковых не возникло. К текстам претензий никаких. Любые тексты, которые рожает, так сказать, поэт, это плод испражнения тех тараканов, которые у него в голове сидят. И каждый разводит тех тараканов, которые ему ближе, которых он любит. С текстами все в порядке. Но музычка весьма депрессивная. Что напрягает, это аранжировочки, которые сделаны весьма монотонно. Очень много используется алгоритмов и мало души в этой музыке. Есть пожелание к гитаристу этой группы. Пожалуйста, дорогой мой коллега, поучитесь играть. Послушайте, как играют музыканты хорошие. Вот тенденция современных гитаристов такова, что появилось много технологий, возможностей бескрайней. Инструменты доступны, но гитаристы перестали играть. Проблема. Как-то так квадратично, кривенько и неуверенно звучит гитара в этом альбоме. Вот мне это как-то так не очень, она хорошо ложится на ухо. Хотя все остальное, ну, это субъективная вещь. Наконец-то адекватная оценка. Интересно, про которого гитаристы мы говорим. Да, дело в том, что мы меняемся все инструментами. Очевидно, про всех гитаристов. Ну, Юра, ты будешь, наверное, отвечать за гитаристов. Я не буду отвечать. Правильно. Зато самая честная оценка, как вы сказали. Ну, все тараканов, это вообще, слушайте, здорово. Много. Лучше не скажешь. И высказываются тараканы. Все чаще и чаще. Они испражняются. Что-то уральские там эти, там, как, там, индивидуальности. Уральские, она уральская индивидуальность. Вот, на самом деле все. Тараканы уральские, надо такой заголовок делать. Александра Аксенова на сайте спрашивает. Если бы Шахрину в голову ударил, и он бы вас пригласил выступать с ними, а-ля «Грачи прилетели», согласились бы вы? Слушайте, мы ничего не отказываемся вообще. Кроме как политический всякий блев. Ну, или там, типа, давайте спасем музыкантов от наркотиков. Или еще что-нибудь, какой-нибудь бред. Не спасти. Уже не спасти. А они хотят? Это можно узнать в следующем получасовке нашей музыкальной. Олег, что-то вытащили? А почему вы не отказываетесь? Ни от чего не отказываетесь. Я хотела сейчас еще вам включить одного музыкального критика. Вам, наверное, знакомо это имя Александр Кушнир. Он накануне послушал ваш альбом. Не послушал до сих пор? Послушал. Клялся, что послушал ваш альбом. И решил высказаться, так скажем, взгляд из Москвы музыкального критика на группу Курара. Много что интересного рассказал, на самом деле. Давай посмотрим. Вообще, слушай, никак не забывай. Примерно лет 7-8 назад в уральской диаспоре, которая в Москве довольно большая и крупная, вот возникла такая мода ставить во время вечеринок домашних и всяких автопатий группу Курара, которую я никогда не видел. И вот впервые услышал, я точно помню, именно на таких московско-уральских квартирах. По-моему, тогда уже был босоногий пёс в репертуаре, еще какие-то вещи. И я загорелся идеей и организовал им первый концерт в Москве. Это были индюшаты с 2008 года в легендарной икре. И они очень лихо там выступили. Это был их первый привоз в Москву. Соответственно, прошло уже 5-6-7. И с тех пор слежу за ними, как за группой, и за Олегом, как за блестящим артистом Театра Каляды. По новому альбому я хочу сказать, что первое, слава богу, что Курара не стоит на месте, двигается, развивается, эволюционирует. Мне кажется, что это такие манчестерские хитоманды с Екатеринбургского Уралмаша. Вот такие же волчары с яйцами. Это вот все очень настоящее. Там отличные тексты, отличная энергетика. Вот я знаю, что они на днях будут выступать в Москве. Я очень постараюсь прийти на презентацию их альбома. И вообще их поздравляю, что они в тонусе и держат темп, держат скорость. Огромный им от меня привет. И пожелания не скораются. Но я думаю, у них это отлично получается и без моих пожеланий. Спасибо, Саша. Да, Александр Кушниров, особенно про манчестерских из Суралмаша. А что за история с индюшатами была? Это правда, что вот прям можно Кушниру приписать, что Курару для Москвы открыл? Нет, нет. Да, первый концерт был. Да нет, не первый концерт это был. Нет, мы до этого ездили с Олегом, с Колей, еще с предыдущим составом. Но с нынешним составом, с Васей и Сашей, мы действительно в первый раз в Москву приехали на фестиваль индюшата. Вот, в общем-то, все хорошее, что я хотел сказать по этому поводу. Что я хотел сказать Александру Кушниров? Конечно, жутко смотрится всегда, когда человек пытается взвалить на себя то, что одному утащить невозможно, но он делает это с таким бравурным лицом. Когда зовется там 500 команд, они пытаются отстроиться в течение дня, каждые по 15 минут, естественно, это бред какой-то полный. В итоге это все превращается в ад звуковой во время фестиваля. Я помню, что мы играли свои 25 минут, Вася делал так, раз, два, три, четыре, и начинался белый шум. Он так. Я только по рукам Васи понимал, в каком месте песни мы находимся. Белый шум, ничего не слышно, просто ад. Песня заканчивается, потому что тихо, в зале там четыре человека, потому что музыканты так по краешкам. Ну, в общем, это достаточно такое было. Не фестиваль это был. И мало похоже на открытие. А вот про эту уральскую диаспору и московскую тусовку, правда, вас там слушают, как прям таких героев уральских? Ну, мы же там, что нас в Амхате слушают, нам передали. Да весь Амхат вас слушает вообще, на смешковой студии. Ну, это, видимо, по части все-таки театрально передалось. А что сказал Николай Коляда? Он слушал? Мы с ним списались, он сейчас в Варшаве, не может нам ни позвонить, ни письмо отправить, но тем не менее, слушал, дарили альбом. Для Николая Владимировича у него одна оценка, как и в всей современной, так сказать, музыкальной истории. Пожар в публичном доме. Он человек далекий от урока вообще. Он говорит, что вы этот свой диперпл-то играете? Нет. Я диперпле уральская. Мы не поразим. Ну, как бы и нет такой задачи. Мы вот в ноябре поедем в Варшаву. В Варшаве будет проходить Коляда Плейс, который проходит каждый год. Теперь он такой, вот такой выезд огромный будет в Варшаве. И так как Курара закрывает всегда этот фестиваль, будем закрывать там. Ну, еще вам предложили в Берлине, по-моему, выступить. В Берлине пришел человек. Хотите в Берлине, мы сказали. Хотим. То есть поедете по Европе. Ну, соберете, как правило, наверное, русскоязычных фанатов. Ну, просто интересно же по Европе. Не знаю. Вот вернемся, расскажем. А выезжали уже за пределы с Курара? Нет, только Украина была. Как раз за год до всех событий военных. Вот надо же, так совпало. И Абхазия, правда, там не случилось. Мы туда приехали, фестиваль отменили. Юга, это нормально, наверное, для них. А почему? Там не в югах дело. Не в югах. Совершенно не южных организаторов. Понятно. А почему стартуете с новым альбомом «Столица» и потом только в Екатеринбурге будет? Это числа. Просто так сложилось. То там печати занят, то еще что-то там тоже. Как-то так получается. Я бы красивее ответил. Ну, покрасивше. Но все-таки надо отрепетировать перед тем, как дома. Такой ответственный концерт дома все-таки. Придут свои все. В Екатеринбурге какого числа будет презентация? 22 числа, в следующую среду будет презентация. В доме печати. Ой, подожди, почему? В следующую? В следующую. 22 октября. В ближайшую среду мы будем там, в столице. Не там, а потом вернетесь. А потом 22 числа будет здесь в доме печати. Будет большой концерт. Программа «Часа на два». И всем советуем, что все-таки надо по-честному Архимеда скачивать. Можно прийти на презентацию и купить диск. Тогда будут и в физическом виде. Но другое дело, что и будет возможность до концерта послушать альбом. И чтобы на концерте уже знать песни. Подытожь, дорогие друзья, сделать альбом. В наше сегодняшнее время это вообще неблагодарное дело. В долгах, как в шелках. Поэтому просто покупайте наш альбом. Покупайте ваш альбом. Покупайте побольше. Курара была сегодня у нас в эфире. И поскольку группа Курара традиционно не играет, у нас клип. До свидания. А какой клип? Весна. Когда осень, всегда весна. Альбом. Альбом. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Я еду до конечной станции В куртке грею пальцы Вот и весна У весны глаза синие Ноги красивые Год без сна Заставляет быть сильным Невыносимая легкость бытия Вечная музыка Вертится, крутится Под ногами земля Лечат простуду люди Прячут от ветра губы Вот и весна Вот и весна У весны глаза синие Ноги красивые Ноги красивые Год без сна Заставляет быть сильным Невыносимая легкость бытия Вечная музыка Вертится, крутится Под ногами земля Вечная музыка Вертится, крутится Под ногами земля КОНЕЦ Субтитры подогнал «Симон»